Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу. Статья во взгляде за 11 марта 2020 года. Николай Староженко Украина предпринимает экстренные меры по борьбе с коронавирусом. С 12 марта на всей территории страны выводится тотальный карантин. Есть масса признаков того, что это решение будет иметь большие последствия не только для Украины, но и для всей Европы. Хотя бы потому, что миллионы зарабитчан из-за вируса рванули из Италии и Польши на родину. И это не единственный результат эпидемии. Украина закрылась на карантин предварительно до 3 апреля. А там уж как пойдет. Закрылась, конечно же, по-украински. Отменили занятия во всех учебных заведениях, от детских садиков в январе и феврале, когда школьники уже сидели дома из-за эпидемии ОРВИ, садики работали. До вузов. Любые другие внешкольные секции, кружки и тому подобное тоже. Гамму чувств родителей сложно передать словами. Коронавирус коронавирусом. А жить-то как? Школьника еще можно оставить дома одного, нарезав с вечера бутербродов и обучив его разогревать себе в микроволновке суп в судочке. А с дошкольниками как? Уходить на работе на 3 недели в отпуск? Так ведь у многих детей всех в отпуск не отправишь. Экономика уже отреагировала. Курс продажи доллара на черном рынке прыгнул выше 27 гривен, хотя еще вчера был ниже 26. В банках курс продажи пока в районе 26,5 гривен. Последний раз такие значения можно было наблюдать год назад, но тогда гривна наоборот активно укреплялась. Сейчас же все в перемешку, а владельцы ОВГЗ из-за биржевой паники спешат их сбросить. Бизнес запасается валютой про запас. Отменили массовые мероприятия, установив запрет собираться числом более 200 человек по стране и свыше 60 человек в Киеве. А до 60? Вроде как можно, но с обязательной термометрией. Кто будет ее делать, кто будет верифицировать, загадка. Впрочем, на Верховную Раду и ее заседание этот запрет не распространяется. Запомните этот момент, мы к нему еще вернемся. Рванулись домой. Закрываются и границы. Из 219 контрольно-пропускных пунктов по всей протяженности госграницы Украины работать будут только 49. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Примечание взгляд. Говорит, что там, видимо, вблизи закрытых КПП, примечание взгляд, оборудованы места для карантина, пишет в Фейсбуке заместитель секретаря СНПУ Украины Виктория Сюмар. Но карантин, видимо, предусмотрен и оборудован для грузов. А есть ведь еще люди. В пабликах соцсетей, где общаются украинцы-гастарбайтеры, уже звучали опасения по поводу сложности возврата на Украину из-за эпидемии. Однако такого развития событий мало кто ожидал. Украинцы и так готовились массово ехать домой скоро Пасха. Многие в эти дни стремятся увидеться с родными. И давка на украинско-польской границе начинается еще за неделю до праздника. Теперь же побегут еще и паникеры и упрутся в закрытый КПП. А на тех, что будут работать, очереди будут измеряться даже не километрами, а днями. Кстати, самолеты не спасут. К примеру, авиасообщение с Италией украинский кабинет превентивно закрыл. В дальнейшем будем наблюдать. Со странами, где активно будет развиваться этот вирус, будем рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение. Без шуток. Всей Европе грозит масштабная и достоверная реконструкция времен Оттилы и Алариха. Гигантское нашествие гунов один в один, только в обратную сторону. В одной только Италии работает от 500 тысяч до 1 миллиона украинцев. В соседней с Украиной и Польшей их оценочно до 2 миллионов. И речь не только о транспортном коллапсе. Во-первых, все это время гастарбайтеры не будут работать, а значит и слать деньги на Украину. А во-вторых, еще вопрос, пустят ли их после карантина обратно. Транспорт и магазины работают? Пока. Теперь о том, что на Украине не закрылось. Общепит работает, супермаркеты и магазины тоже. Кроме развлекательных зон ТРЦ, конечно же. Им наоборот грозят карами за нарушение предписания карантина. Однако всех остальных это не касается. Разве кто-то из предпринимателей по собственной инициативе решит в погребе пересидеть? Официальных указаний закрываться нет, что рождает логичные вопросы. Почему одних нужно закрывать, а другие тут же рядом продолжают работать? Работает коммунальный и междугородный транспорт. Работает киевское метро. Хотя в час пик любой его вагон нарушает норму о не более 60 человек. Международные поезда укрзалезницы ходят по обычным расписаниям. И даже авиарейсы отменены частично. Скажем, в пресс-службе МАО журналистам заявили, что отменяют перелеты в 16 стран. В основном страны Европы по двум общим признакам. Либо там высокое число заболевших, либо там работает много украинцев. Отдельным пунктом идет Китай. Прилетевших оттуда по умолчанию отправляют на двухнедельный карантин. Карантин, но на масках наварились все. Вместе с объявлением карантина правительство Украины ввело запрет на экспорт медицинских масок и товаров противоэпидемического назначения. Надо сказать, с решением явно не торопились. К концу февраля каждый первый украинец знал о том, что Украина экспортирует эти изделия стахановскими темпами. 983,5 тонны за три последних месяца. Знали, потому что не могли их купить. В аптеках, зато ими бойко торгуют в интернете. По 15-25 гривен за штуку. 1-2 гривны в обычное время. Не в курсе были только чиновники. Хотя другие страны массово вводили аналогичные запреты еще месяц-полтора назад. С экспресс-тестами на коронавирус вообще напряженка. Они есть, но крайне немного. Их используют для проверки в случаях реальной угрозы заражения. А возможно, как раз поэтому на Украине на момент объявления карантина всего один подтвержденный случай заболевания, что сразу рождает логический вопрос. Логичный вопрос. Во время эпидемии кори никто и не думал вводить карантин. Хотя количество заболевших измерялось десятками тысяч в год. А тут объявляют после одного заболевшего. Какую же информацию чиновники не договаривают? Нет сомнений в том, что этот вопрос рано или поздно придет в голову каждому жителю Украины. Лучшее время для большого хапка. Самое время вернуться к Верховной Раде Украины, которая продолжит работу, несмотря на все ограничительные меры. Теоретически это объяснимо. Власть на то и власть, чтобы работать в первую очередь в кризисное время. Однако, как раз накануне объявления карантина, Владимир Зеленский заявил о сохранении курса страны неизменным. «Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства. Мы все несем ответственность. На протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Мы закончим эту реформу». Украинский президент совершенно верно подметил, никто к ней подступиться не мог, потому что любая попытка заканчивалась протестами при любой власти. История реформ научила украинцев главному. «Любая реформа затевается для того, чтобы чего-то их украинцев лишить. А земля – это последнее, чего их можно лишить. Да, в той или иной степени рынок земли есть в любой стране. Да, протест иррационален, а украинцы сидят на земле, как собака на сене. Но верно и другое. Их действительно хотят нагреть. Достаточно посмотреть на предварительную стартовую стоимость украинского гектара – 1500 долларов – и сравнить ее с ценами в странах ЕС. И тут такая царская возможность. Любой протест можно объявить нарушением карантины и разгонять хоть войсками. Не случайно первое, что тут же вспомнили украинцы. Порошенко с его объявлением военного положения накануне выборов. Но сегодня мало кто вспомнит, что экс-президенту Украины пришлось тогда давать личные гарантии своим западным кураторам. Военное положение никак не повлияет на выборы. Зеленскому же гарантии давать не нужно. По крайней мере, никто не требовал. Николай Староженко. Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу.